Доброго времени суток! Очень многих сейчас беспокоит ситуация с Вагнером. Пригожин как-то, все как-то нервничают, что-то там не то происходит. Вооружение есть, но что-то там какая-то заминка. Ну давайте попробуем посмотреть эту ситуацию, да? Итак, что за ситуация со снарядами, боеприпасами? Такое впечатление по этой карте, что это какой-то продуманный план. О чем это вообще ситуация? О том, что пытаются разрушить чьи-то планы, создать безвыходную ситуацию. Но я так понимаю, для Вагнера заставить что-то сделать. Либо чтобы кто-то помог со стороны, вот какая-то, как подарок со стороны. Либо это было сделано вот на зло, чтобы добиться вот этой безвыходной ситуации. И сейчас приходится принимать какие-то решения, они очень приятные. И это как-то контролируется очень сверху. Для чего это конкретно вот для Вагнера? Для чего это сделано? Чтобы медленнее шли к своим целям, успокоить энтузиазм и вызвать, может быть, недовольство. Ну, вызвать извержение эмоций. А эмоции со стороны Россия? Обман какой-то есть. Обман. И по справедливости еще обман. Во что это выльется для действий на поле боя Вагнера? Я бы, наверное, сказала так. Во-первых, изменение пути для Вагнера. Это начало чего-то, какого-то нового этапа. Придется пройти через потери. Что-то потерять. Я так думаю, потерять, знаете как... Вагнеровцы в какой-то степени стараются действовать самостоятельно во многом. Ну, как я думаю. И, скорее всего, их хотят вот это вот как раз действие, чтобы они его... Единственный, как... Успех вот этот вот единственный, чтобы они его как бы потеряли, замылить. Чтобы действовали вместе с остальными войсками. Чем это чревато для спецоперации? Новыми ресурсами. Новыми планами. И затягиванием ситуации. Кто-то хочет, чтобы все дело затянулось. К этому идет. То есть это приведет и к потерям, и... Серьезно. Чем, в конце концов... А, давайте немножко не так. Так, сможет ли Пригожин продавить эту ситуацию и изменить ее в свою пользу? Кто-то хочет затянуть все это дело. Да, он сможет ее остановить, эту ситуацию. Надо придется от чего-то отказаться. И опять вот выходит изменить свои действия. От чего-то отказаться. Начать действовать по-новому. Он, видимо, пойдет на условия, которые ему выдвигают. Действовать, скорее всего, для того, чтобы действия начались как в команде, одновременно. Не то, что там вот конкретно в этом вот месте идет, да, а должно быть более равномерно распределено. И на что-то Пригожин согласится. Но ситуацию он вырулит. Все равно. И, скорее всего, бахмут в начале марта возьмут у актеровца. То есть там сейчас будет вот это перетягивание. Кто, извините за выражение, у кого круче, вот, кто выдержит вот этот вот удар, эту подставу. Потому что это, судя по всему, продуманная подстава. Вот. И кто, соответственно, пересилит. Фух. Как-то это все очень напряженно. Ладно, будем, что нам остается. Мы в этом не участвуем. Мы сидим у себя на диване и просто вынуждены наблюдать за происходящими событиями. Поэтому ждем, смотрим и ждем. Молим Бога, чтобы он помог выявить предателей. Если они есть на нашей стороне, они, скорее всего, где-то есть. Чтобы он их прямо подсветил, они быстро их находили и убирали. Чтобы они не мешали нашим ребятам, нашим командованию нашему. Неважно, какое у человека звание, сколько у него погоны, что он может сделать. Потому что какая-то такая некрасивая ситуация, так мягко скажем. Ну, а всем нам желаю всего самого лучшего. Еще раз у вас с начала масленичной недели. Смотрим, ждем, как будут дальше развиваться события. Потому что такое впечатление, что вот эти вот дни, начиная с завтрашнего, они могут оказаться судьбоносными. Ждем, смотрим. Потом, после выступления Владимира Владимировича и Байдена, попробуем заглянуть, к чему приведет эти выступления. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч.